Я люблю свою страну Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку Знает весь двор, мой приговор, слуга народа У меня почти все есть Достоинство и честь И даже крики «Браво!» Персональный самолет мне выделил народ А что, имею право на животу Вот тут набьют, а тут слуга народа Спасибо Вася, нам надо серьезно поговорить И тебе доброе утро Доброе, значит слушай Ты завтракала? Да А у меня не крошки ворчутся, прооткрываю какие-то памятники и мосты Пойдем в кафе там поговорим Хорошо В общем, мне звонили из школы, твой сын подрался Не мой, а твой, точнее наш Нет, Васенька, мой сын хорошо учится, ходит на скрипку и в театральную студию Драки с одноклассниками, это все твое воспитание Какое воспитание, Оль? Да вот именно, Вася, что никакое Ты всегда все драматизируешь А ты, как всегда, меня не слышишь Вася, ну я тебе повторяю Я ему несколько раз объяснила, что драться это не хорошо, но ты же сам понимаешь Такие разговоры должен вести отец Да, я понимаю Ну вот, это прекрасно, что ты понимаешь, как раз вечером с ним поговоришь Как вечером? Васечка, это второе, о чем я хотела тебя попросить Посидишь с Димкой? Тут вроде бы для него отчим нарисовался Банкир, особняк, не женат, не пьет Кофе? Ну так как? Давай кофе, пожалуйста Вась, Вась Да? Ты меня слушаешь вообще? Конечно слушаю Ну так что насчет Димки? Какого Димки? Сына твоего Посидишь с ребенком? Да Правда? Да Ты лучший и бывший на свете, ты это знал? Да Спасибо Спасибо большое Да, Вась Да Паспорт Я помню Анечка Да Послушайте профессионал, такая фактура, вам в кино надо сниматься, а не бумажки перекладывать Правда? Ну конечно Просто стыдно прятать такой бриллиант от зрителя Хотите, я о пробок договорюсь? Не знаю Я подумала И сладкие вот эти булочки, дайте пожалуйста Да ну что тут думать Здрасте 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 О чем собирались подумать? Да вот Сергей Викторович настоятельно рекомендует мне попробовать себя в кино Да, Сережа в этом профессионал А можно вас на секундочку? На совещание На совещание? Да, у нас срочное совещание Простите Какое? Самое срочное, что не есть Прямо Шампанское есть? Здрасте Ты что творишь? В смысле? В смысле, рабочий день занимаешься черт знает чем А, ясно Запал Здрасте Здрасте Ничего я не запал Сманиваешь непонятно куда цену с сотрудником Здравствуйте Для меня это вопрос исключительно кадров Слушай, что ты меня чешешь? Я вижу какие кадры тебя волнуют Вон глаза бегают, пальцы трясутся и румянец на щеке Я последний раз такой румянец был, когда ты в седьмом классе бегал за Катькой и работал Неужели так заметно? Ну конечно Хотя с другой стороны я тебя хвалю, начал выбирать баб правильно Да ладно Ну, на каком этапе любовь? Такое Значит, слушай меня внимательно Сначала Везешь ее сюда Угощаешь дорогущим ужином Потом Везешь ее сюда А что это? Это ключи от моей квартиры и от твоего счастья Только не потеряй Серега Я так не смогу Подожди ты, подожди Мила, некогда Гриня ждет Ничего подождет Министра можно подождать Слышишь, Вань, а квартир много дает? 156 Ого, много А на скольких? Ну, как на всех А, тогда мало Слушай, а трешки там есть? Ну, есть 2-3 Слушай, Ванька, нам бы трешечку, а мы прямом сделали технику купили, а? Ну, Мила, разберемся, давай Детишек мы завели, ты кого первого хочешь? Мальчика или девочку? А можно двойню? В трешку можно двойню Ну, реши, Мил, иди в дом Давай, давай Гринь, заводи, поехали Привет, пап! Ведя, привет Ну, бандит, ничего мне не хочешь сказать? Все знаю, трачу Ну, папа Папа Василий Петрович, простите, это срочно Через три минуты у вас телефонный разговор с пемьер-министром Китая Да, вы еще не договорили, учите Сразу после этого вас ждут в антимонопольном комитете, а затем вас прием в канадском посольстве Я совсем забыл это все сегодня Так А вы по поводу сына не волнуйтесь, мы что-нибудь придумаем Спасибо большое Пошли Давай Дим, во всем слушайте тетю Белла Вот Беллу Рудольфовну Хорошо, пап Молодец, что приехал Ты знаешь, в нашем кафе лучше, чем в АП У нас намного лучше, чем в АП А ты, жениться тебе пора Только после тебя, брат Ты, кстати, еще не надумал там закальцеваться? Да нет, и что? Хотя мать уже всю плешь проела А мамы, они все одинаковые Моя весь мозг выела Мне постоянно каких-то невест непонятных подсовывает Папочку можно мне? Да, Аксу Спасибо Хорошо, буду через полчаса Характеристики на послов Спасибо Кстати, Оксана твоя помощница Так преобразовалась Да, это точно Ты не против, если я ее там туда-сюда Приглашу в ресторан, все дела? Да что б я был против Те, ну мало ли, может тебе какие-то планы на нее? Какие планы? Успокойся, она не в моем вкусе Да? Тогда, может, чертнешь мне номерочек? Я вечерком ей позвоню, там переговорю Без проблем, только вечерком не получится Почему не получится? Она в командировке в Таиланде Вернется через неделю Жаль как-то Ладно, побегу я Пока И не забудь мне вечером перенабрать А телефончик? СМС-ка и сброшу Понят, жду Жди, жди Музыка 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 Ну, может, вы... Я, да? Предлагаю выпить за вас. Здравствуйте. За меня. За нас с вами. Прекрасный тест. Спасибо. Как вам рыбка? Вкусно. Вкусно? Да. Ешь приятного аппетита. Да, спасибо. Вы знаете, я хотела бы с вами... Нет. А что нет? А. Можно я выйду, а потом да. Одну минуту. Простите, пожалуйста, мне неудобно. Лабородька, а можно узнать, что мы здесь делаем? Мы здесь ужинаем. Ужинаем? Можно. Извините, пожалуйста. Ничего, что я попросила вас с сыном посидеть. Кстати, где он? Все нормально. Дима в безопасности. Он с бабушкой и дедушкой. А, с бабушкой и дедушкой. Да. Простите, пожалуйста, Василий Петрович, что сын, ваш ребенок, помешал вам встречаться с грамотным специалистом. Да как... Как тебе не стыдно? Ты же сама пришла с каким-то мужиком. Слушай, я устраиваю свою личную жизнь, ясно? А, понятно. У тебя личная жизнь может быть, ни у кого больше не может быть. Правильно я понимаю? Ага, то есть вот эта встреча не просто деловые отношения, да? Так, сегодня это не надоело. Что я перед тобой оправдываюсь? Кто ты мне? Оля? Оля, ты мне не кто. Ты моя бывшая жена, ни брат, ни сестра, ни мать. Мне все равно с кем ты пришла, с каким-то рыжим тараканом. Я же не говорю, кто он. Я могу тебя познакомить, кстати. Не надо. Банкир, неженат, частный дом. Кстати, как он тебе? Никак, мне не интересно. А знаешь, почему тебе не интересно, Голоборотик? Потому что ты эгоист. И всегда им был. А мне не все равно. Так что, если хочешь знать мое мнение об этой своей Ане, я тебе скажу. Стерва, она у тебя ищута, ясно? Я по глазам вижу, понятно? Я по глазах увидела. Ух ты, зрячая ты моя. Понял, приятного объединения. И вам не хворать. Кстати, банкир твой на троечку. Адрейская церковь очень красивая. Кстати, вы знаете, по легенде давным-давно, на месте Днепра было море. А позже Андрей Первозванный установил на этой горе крест. Море спряталось под горы. Когда уже построили Андреевскую церковь, под престолом, говорят, нашли колонию. Знаете, кстати, почему нет ни одного колокола в церкви? Почему? Ну, говорят, что с первым ударом колокола вода выйдет из колодца и затопит Киев и всю Украину. Вы очень красиво рассказываете. Можно заслушаться. Привет. Я думаю, что я вас утомил своими лекциями. Да нет. Я бы вас до утра слышала. Правда? Кстати, который час? Уже двенадцать. Как же я теперь домой? В маршрутке уже не ходят. Вы ничего не подумайте у меня, а? Вдруг он, в общем, оставил мне ключи от дома. А дом на воздвиженке. Если хотите, можете там переночевать. Ну, не знаю. Как-то неудобно. Смотрите. Тогда я поймаю вам такси. Василий Петрович! Да. Здрасте. Если вы так настаиваете, то пойдемте. Вы езжайте, езжайте. Извините, пожалуйста. Спасибо. Пойдем? Да. Нам туда. Толя! Привет. Голодная? Котенцы с макаронами будешь? Тебе разогреть или так поешь? А ты чего молчишь? Что, на работе что-то опять? Дочки спят? Да, давно. Сына хочу. Толик? Так, а может быть все-таки сначала поешь? Толик? А вот. Просто полотенце и, ну и конечно же пульт. На всякий случай, если будет скучно. В принципе все. Спокойной ночи. Спасибо. Василий Петрович! А вы что, уходите? Ну, я… Ой, простите. Да, завтра тяжелый день. Я буду идти, да. До свидания. Василий Петрович! Василий Петрович! Выходит, я здесь сейчас на правах хозяйки? Получается, да. Так, может быть я могу предложить вам чай? Люблю чай. Ладно, пока фрукты угощайтесь. Апельсинки, сливы, груши. Я чай найду. Быстро здесь где-то, а то… Тимочки-то… Где-то есть. Извините, я… Пока угощайтесь, а я позвоню Сереге. Как же открытаж можно было спрятать чай. Да, Вась. Серега, а где у тебя в доме… В спальне, в тумбочке, две упаковки. Ты чай хранишь в спальне? Отдаёт. Ты придурок. Я про чай. Вась, это ты придурок. Какой чай? Он ничего до сих пор не в кровати. Слушай, просто ответь на вопрос, где чай. Во второй шухляде сверху. И, слышь, Вась, если ты вдруг после чайной церемонии решишь с ней сыграть в лото, то у меня его нет. Я понял, спасибо. Да, а лото у него нет, то есть чай другой какой-то шухлятый… Я нашла чай. Это даже лучше. Ну, что скажете? Я? А, я, да. Ну, да, так положено. За меня. За вас. Простите, я волнуюсь. Почему-то. Спасибо. Спасибо. Приятный чай. Вы чувствуете аромат? Нет. А, простите. Не все, как назло. А, да. Я был занят. Что? Как? Сейчас выезжаю. Извините, пожалуйста. Дима попал в больницу. Нужно ехать. Спасибо. Простите. Что случилось? Где Дима? Я здесь. Сын, а что ты в кастрюле? Это не кастрюля, это мой шлем. Ай, пап! Вы извини, пожалуйста. Как ты уже залез? В кастрюлю. Здрасте. Здрасте. О, ну и кто здесь у нас? Космонавт, а? Робокоп? Рыцарь. Тевтонец. Ну, идем, рыцарь. Освобождать тебя будем. Это не долго? Нет, не волнуйтесь. Только не надо на меня орать. Кто на тебя орет? Ты в душе? Я же чувствую. Да, Танис. Да, виноват. Заигрались немного, не дали дел. С кем не бывает. А где твоя кастрюля? Моя снялась. СМЕХ СМЕХ Здрасте. Ладно. Васюк, ты это... Прости меня. Перестань, пап. Кастрюля – это мелочь. Да я не за кастрюлю. Ты меня тоже прости. Тогда мир, сынок. Мир. Я слушать ничего не хочу. Мир. Не ходи за мной, понятно? Ну, прости, Мир. Мир. Слушай, ну пойми, я не мог по-другому. Ну, понимаешь, у Онищенко, у них же комната 12 метров, понимаешь? У него три пацана, жена и мать лежачая. Мир, ну через год эту квартиру возьмем. Да не хочу я в следующем, я в этом хочу. Мне 35, тебе 37, сколько еще ждать? Я не хочу так долго ждать. Мил. Короче, Скорик. А давай на развод. И в этот раз я ухожу навсегда. И забудь мой номер телефона. Алло. Привет, Оксан. Не разбудил? Нет, все нормально. А ты че не спишь? То есть вы ради этого в час ночи позвонили? Да нет, я просто решил наврать. Так че ты не спишь, что ли? Думаю. О чем? Родителям предложили работу в Японии и они уговаривают ехать с ними. А ты шо? Я не знаю. Я еще не приняла решение. Понятно. Ну ладно, ты извини, что я потревожил тебя. Да ничего. До завтра. Угу. Да, у нас же завтра эти… Чуть не сказала желтородики. Китайцы. Да, все верно, китайцы. Деловой костюм и никаких анекдотов. Ну, если только после моей редакции. Договорились. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин� Корректор А.Егорова Мне немного обередены Пап, пап, ты чего не спишь? Потому что ты меня только что разбудил. А ты чего не спишь? Думаю. О чем? О своих подвигах вспоминаешь? Зачем подрался в школе? Ну, чуть-чуть умазал, ловкий ананка. Хоть по делу? Да. Он сказал, что ты, точнее, его папа сказал, что ты такой же президент, как и все. Что ничего не меняется и живется плохо. Но ведь это не так. Это неправда. Я надеюсь, что это неправда. По крайней мере, я стараюсь. Ты знаешь, оказалось, быть президентом не так просто. Чего тут сложного? Не все от тебя зависит. Есть всякие плохие, вредные деньги, которые постоянно мешают твоей стране. Типа орков? Типа того. Ну, а что ты им не наваляешь? Ну, так, не так все просто. Их много, этих орков. Значит, тебе нужна суперсила. Суперсила? Да. У каждого героя есть своя суперсила. А у тебя есть суперсила? Конечно, есть. Ты. Ты моя суперсила. Мы будем с тобой встречаться. Ты меня будешь заряжать энергией. Вот так. И я буду бороться с плохими дядями. Договорились? Да. Спи. Спокойной ночи. Обещаешь не драться? Чуть-чуть. Спи. Субтитры сделал DimaTorzok